всем привет сегодняшнюю распаковку начинаю с сказки гамарин 2 дай с тобой книга первый томик я обозревал около года назад все верно помню на канале очень-очень красивая книга внезапно увидел даже не знал что не делается сикл честно говоря не слежу нынче за индустрией комиксы практически не успеваю по ряду причин безумно красивые рисунки в первый том не очень понравилось я думаю даже надо будет его сыну как он почитай потому что принципе здесь и такая интеграция русский сказок в качественный фольклор скорее на западный манер и в целом рисунки вполне себе приятно для ребенка для взрослого поэтому я думаю что это такая история любопытная для всех возрастов второй томик обязательно прочитаю в декабре расскажу хотел в ноябре но к сожалению вообще никак не успел хочется смыкануть далее финальный том транс метрополитен оформление мой взгляд уже с менее такими классными обложками на основной части комикса принципе уже перечитал почти вот треть мужская даже половину поэтому листать сильно здесь не буду чтобы не выдавать вам спойлер обзор сделал уже чуть более спойлером так как это финал комикса здесь уже хочется поговорить о нем чуть большими эмоциями скажем так к слову довольно много дома в плане рисунков здесь всякие рекламки но посмотрим в обзоре более подробно это дом на мой взгляд не является одним самых интересных просто по той причине простой что большая часть истории здесь в конце вполне себе очевидно вот но зато самая концовка у него самая-самая концовка это прямо одна из моих самых любимых на ли концовок вообще всех каких-либо историй она очень простая но в тоже им очень угарная и заслуживающих раз таки вот самой серии то что заслужили читателей спайдер и не транс метрополит мне кажется это прям такая интересная история еще одна книжечка от азбуки бэтмен долгий хэллоуин спецвыпуск я так понял сходу что это люксами увеличенного формата хотя формально люксом до этого и меньше называли стандартный вот долгий хэллоуин темно победу и так далее приятная книжечка вот еще не читал причем на английском она вышла в том году я не стал специально читать как знал что азбука из даст последующий день бэтмена и почитаю вот краски бумаги и вам обязательно расскажу ближайшее время тоже жалко что немножко не успел с хэллоуином но на хэллоуин я снимал если не видели именно вот оригинально скажем так трилогию томов далее чуть-чуть марвел а совсем чуть-чуть это бессмертный халк наконец-то издали на русском принципе у меня на английском 45 оверсайзов есть при сайте принципе 10 издаются у нас стандартам извините формате но или форшным но по контенту это вот как первый оверсайзе к слову по толщине тоже прямо практически то же самое что на западе очень похоже хоррор серия абсолютно обалденная такой body horror скажем так мейнстримный вот не для самых наверно отбитых фанатов жанра но где-то я думаю местами даже близко очень люблю эту серию вообще на самом деле вот даже задумался себя недавно даже на фоне хикмановских иксов местами так далее мне кажется даже на их фоне халк от на самый лучший вообще серия за последние 10 по крайней мере того что читал может быть есть какие-то как американцы говорят спрятанные эти спрятанные алмазы до hidden gems вот драгоценные камни которых я не разглядел марвел но что-то как-то я не знаю поэтому это конечно такая мастридная история на самом деле если вам опять же не претит хоррор стилистика самом себе хоррор тематика тут конечно будут такие вещи на которых ну просто офигеваешь а так целом вот еще эзотерика в какой-то мере поэтому в принципе тут очень самодостаточный комикс максимально не нужно знать не историю халков плевать на будущее халков на самом деле потому что да не кейс там уже дальше какую-то фигню значит дальше писать я не смог читать 2 выпуска поэтому в этом плане это конечно очень крутой комикс я во всем заочно рекомендую опять же если вас хорроры не пугают прям как-то дико и человек паук время славы супер жирная книжка не сможет она такая толстая будет на мой взгляд самое годное наконец-то подъехала по чеку пауку долго лично я ждал когда до них дойдут от big time в оригинале называется это по-моему тоже 4 комплита здесь я кстати не знаю два в одном или один это полный наверное два в одном суде по площади я чуть как-то не не задумался на счет на самом деле только час задумался буду перечитывать возможно кстати не все буду полностью читать потому что некоторые историю хорошо помню вот посмотрим я до этого почти не собирал никакие серии немножко я книжка такая еще чертва я не сильно промял практически ничего не собирал но я все читал цифры в мере выхода всего слота и как у меня смешанные чувства самого бренде дэй после стражинский я все читал вот в ангоинге вплоть до рано с нико спенсера нико спенсера к своему удивлению вообще не смог дальше половины читать очень тяжко шло к слову часть страниц тут залипли или припечатали типа того она потом вот разлепить так вроде все аккуратненько выглядит так и заканчиваем пачкой манги от альтграфа пёс смотрящий на звезды в ближайшее время выйдет обзор вот сниму буквально в течение пары дней очень классная манга безумно красивая с таким детализированными цветочками помимо прочего здесь о скажем так гуманизмы наверно и людей и животных о том какую роль животных могут играть в жизни людей как они могут менять ну и много чего прочего еще такая манга приехала блуждающий остров кензицу руты как раз таки в конце ноября открыли альтграф предзаказ на артбук с руты наверное один из может быть двух-трех случаев моей жизни когда я увидел артбук у меня сердечко екнуло я просто его захотел потому что цуру то меня очень сильно впечатлили вот манга вообще в этом плане меня удивляет что с виду да если бы лет десять назад мне бы показали какую-то мангу начали про нее втирать для меня визуально это было бы все одинаковое теперь как бы уже читаем одну за другой манги разного пошиба и размера уже узнаешь сходу авторов и по бэкграундам и по персонажам как ни странно хотя казалось бы поэтому в этом плане царут конечно еще понравился мангу я уже прочитал она не закончена тем не менее очень классно тоже сниму на нее обзор ближайшее время и последняя книга на сегодня это очередной том поездки за покупками йокогаму оставил напоследок после других томов других книжек манги который мне прислал издательство я хочу просто сесть смыкануть сейчас большой стресс не получается отдохнуть нормально вот я хочу просто вот в максимальном дзене сеть это почитать в один заход потому что потом 30 40 страничек на ночь с последних сил не хочется опять так читать потому что это конечно большая порция позитива для меня лично и классная качественная фантастика поэтому обязательно сниму обязательно расскажу но я думаю что скорее всего где-то к концу декабря наверно в лучшем случае а на этом наверно все спасибо что смотрели и до новых встреч